Она с легкостью поднимает штангу в 80 килограммов, хотя сама при этом весит всего 48. Эта девушка из Тимиртау – призер Азии, чемпионка мира по тяге Становой. В 2013-м она установила рекорд – подняла 110 килограммов и стала лучшей на чемпионате Европы. В то, что она обладает такой силой, не верит никто. В основном люди почему-то не верят, что я такая маленькая, хрупенькая, она же там малая, ты вообще ешь, сколько ты каши ешь, по тебе не видно, чтобы такие тяжести поднимать. Она знает, люди не завидуют, они просто не понимают, как при такой комплекции можно ставить рекорды. Несколько лет назад в это не поверила бы и сама. На ее фотографиях вся ее жизнь. Вот маленькая Наташа-лисичка, вот с зайчиком, вот с красным дипломом университета. Но нигде нет Наташи со штангой. О готовности проведения процедуры государственных закупок товаров в работе в суд по городу Заметалу в 2015 году. А это тоже Наталья Нелюбина. Выступает с отчетом перед общественностью. Она работает в отделе контроля и госзакупок городского Акимата. Проводит сложные подсчеты и консультации администраторам бюджетных программ. За помощью к ней обращаются многие организации. Ответственность очень большая. Ошибиться боюсь, да. То есть по несколько раз перепроверяю себя, перепроверяю других. Постоянно, читая закон, постоянно туда вносятся изменения. То есть такая сфера, что да, требует пристального внимания. Она уверена, что спорт работе не помеха. Говорит, он организует, помогает правильно расставлять приоритеты и учит ценить время. А еще закаляет волю и дух. Естественно, это помогает и здоровьем. Меньше болеем, то есть больше времени уделяем работе. Может быть, где-то какие-то стрессовые ситуации, где-то что-то с кем-то поскандалило. Ну, чтобы не выбрасывать свои эмоции. На людях не ссориться. Ты идешь и просто весь негатив оставляешь на железе. Помимо спортивных достижений, вот это вот награды, медали, также я вот получаю почетные грамоты от Акима города. В ее кабинете множество наград. Здесь ее личный уголок достижений. Тут дипломы и благодарственные письма от высоких чиновников. Медали, завоеванные на чемпионатах по пауэрлифтингу в России, Украине и Индии. Говорит, во всем это много сил и частичка души. Хочу, чтобы много гордились, когда заходили. Ну, люди заходят и так удивляются. Сначала смотрят на меня, а это ваши? Это все вы сделали? Ну, это изумление. Ну, мне это нравится. Поражать, удивлять. В общем, умница, красавица и просто интересная девушка. Сейчас Наталья тренирует своих коллег. Кстати, тоже работница кемата. Но в будущем она мечтает заниматься с детьми. Планирует открыть в Тимиртау детскую секцию по пауэрлифтингу. Говорит, спорт – это сила. Даже если ты такой маленький. Анжелика Волкович, Дмитрий Полинов. Новости Тимиртау. Продолжение следует... Продолжение следует...